Привет, друзья! С вами Варчик. Хочу вас познакомить с последними ответами разработчиков. Погнали! Первый вопрос. Когда появятся HD-карты и выйдут ли они все сразу? На что разработчики отвечают, что в данный момент они усиленно трудятся над HD-картами. Многие карты в завершительной стадии. Разработчики занимаются доводкой карт и стабилизацией кода. Многие еще в процессе разработки. Конечно, вводя HD-карты, мы хотим включить как можно больше их, но мы также хотим держать их качество как можно выше. Мы хотим быть уверены, что у нас достаточно карт перед тем, как вводить их, дабы это не имело большое влияние на балансировщик. Следующий вопрос. Будут ли в ближайшее время вводиться совсем новые карты? Отвечают разработчики. Мы знаем, что игроки хотят новые карты. Невозможно создавать новые карты одновременно с переводом старых карт в HD-качество. Мы знаем, что не вводили новые карты в очень долгое время. Два года. У нас уже есть планы на новые карты, но они будут введены после перевода существующих в HD. На данный момент мы планируем несколько новых зимних карт. Мы заменим некоторые из существующих карт. Могу сказать вам, что некоторые из существующих карт будут переработаны. Не забыли мы и про генеральное сражение. Будут ли некоторые карты при переводе в HD удалены? Некоторые из двойных карт будут убраны. Например, Винтерберг, Зимний Химмельсдорф, Огненную Дугу тоже планируется удалить. Было бы неплохо сразу делать балансные правки при переводе карт в HD. Мы понимаем, что некоторым картам нужны правки. Пока что мы для начала хотим собрать как можно больше фидбэка по картам в HD. Например, производительность и визуальный стиль. Как бы мы не хотели поправить баланс на картах, если мы попытаемся сделать это в грядущем патче, то это будет мешать игрокам оценить само качество переработки в HD и производительность игры. Тем не менее, некоторые карты мы решили переработать уже сейчас. К остальным мы вернемся уже после сбора информации. Какие карты будут переделаны? Очень важно, что переделывая карты в HD, мы сильно стараемся сохранить стиль игры на них в соответствующем нынешнему состоянию. Но при переработке все равно вносятся небольшие изменения. Три карты будут иметь точно переработки. Рыбацкая бухта, Эрленберг и Фьорды. Как они будут изменены? Эрленберг будет серьезно переделан, так как мы знаем, что карта слишком проблемна на общем сервере. На Фьордах мы планируем переделать среднюю часть карты. На Рыбацкой бухте мы собираемся добавить неразрушаемые препятствия на поле, например, остовы танка Марк 1. Но важно отметить, что это является незавершенной работой и может быть изменено в будущем. Говоря о производительности, что произойдет при релизе HD карт? Мы трудимся над оптимизацией игры для всех видов компьютеров. Мы знаем, что некоторые игроки все еще используют устаревшие компьютеры. Порядка 20%. Минимальные требования для графики пока что останутся прежними. Но мы планируем изменить их в ближайшие 1-2 года. Что случится с подсадками? Это оказалось побочным продуктом при вводе новой физики. На HD картах многие местности станут недоступными. Некоторые места могут все еще оказаться доступными. Мы будем собирать отзывы игроков и думать, убирать ли эти места в HD картах. В песочнице нет зимних карт, что с ними случилось? Мы готовим некоторые крутые технологии и эффекты для зимних карт. Например, танки будут оставлять следы в снегу, как в настоящей жизни. Гусеницы будут в снегу. Еще будет введен новый шейдер для льда, делающий его более реалистичным. Эти эффекты будут оптимизированы. Мы всегда пытаемся оптимизировать игру, чтобы она работала не хуже на старом железе. На некоторых конфигурациях производительность даже увеличится. Мы хотели показать вам некоторые из зимних карт, но к сожалению они не совсем готовы. Сколько времени необходимо, чтобы изменить карту? В среднем в 2-3 месяца. Это не просто изменение карты. Мы работаем над новыми текстурами, стабилизацией программной части, тестированием. Что случится с некоторыми картами, непопулярными, типа Харькова и Сталинграда? Эти карты проблематичны. Хоть мы и хотим перевести их в HD, у нас есть приоритеты. Как бы нам не хотелось перевести в HD эти карты, Харьков и Сталинград есть недочеты в плане баланса карт. Вероятно мы и задержим переработки этих карт и сделаем их более комфортными для игроков. Вот такие вот ответы разработчиков по поводу HD карт. Меня в принципе все устроило в HD картах на песочнице. За исключением того, что около 4 карт нужно по оптимизации немножко подтянуть. Они немножко отстают от других карт. Ну на сколько немножко. Ну в FPS на 20, на 30. В некоторых местах. Вот почему-то там некоторые места с просадкой FPS. Видимо текстурой либо что-то там не дооптимизировали. А так в принципе FPS 100+, такой же как и на основном клиенте. А графика просто чудесная. Вообще шикардос. Очень сильно понравилась стрельба с новым трассером от выстрела. Очень офигенный. Да и в целом картинка очень реалистичная. Я просто в шоке. И намного лучше чем я ожидал. Это еще не все ответы разработчиков. Есть еще ответы по поводу других вопросов. Не касающихся карт. Если вам это интересно пишите отзывы. С вами был Варчик. Жмите лайки. Колокольцы. Всем пока. Играйте красиво.